Малый зал Ленинского мемориала Несмотря на то, что проект уже прошел все необходимые этапы общественных слушаний, он по-прежнему дорабатывается. Основной задачей данного проекта было сохранение данного зала. То есть фактически у нас сохранены три стены, потолок практически и пол. То есть наполнение только по поводу сцены, в связи с тем, что акустические сцены так и намного выигрывают. Такое расположение сцены, оно нам дает 50 человек на сцену, могут они посадить. Это малый состав симфонического оркестра и та аппаратура, которая здесь будет применяться, это фирма Ямаха для улучшения звука. Думаю, что, как говорят звуковики, зал должен быть на 4 с плюсом. К слову сказать, архитекторы сделали замечание по цветовой гамме, на что проектировщики ответили, что это обязательно учтут и доработают. Участники рабочего совещания также интересовались другими текущими работами. Например, чем все-таки вызвана замена мраморной плитки на фасадах здания. Как известно, материал, из которого она сделана, долговечен. При более детальном дообследовании, которое сейчас проводится генподрядная организация, выявлены места, что пошла коррозия по металлическим конструкциям. То есть, задет каркас. Из-за этого были перенапряжения в скелете здания. Из-за чего, если появляется напряжение в металлическом каркасе, они передаются на кирпич. Кирпич передают на мрамор, он начинает разрушаться. Собственное разрушение мрамора на стене можно было наблюдать невооруженным глазом, когда чуть ли не на голову сыпались куски и плитки. В настоящий момент строители вскрывают главные несущие балки по периметру, потому что по ним тоже пошла коррозия. В дальнейшем их будут обрабатывать специальными растворами и только потом покрывать плиткой. Кстати, новая плитка из того же мрамора, что и старая. Он был добыт в карьере рядом с поселком Коилга Челябинской области. Как заверяют специалисты, плитка идентична по качеству и цвету прежней. Правда, монтировать ее будут не на цементный раствор, а на алюминиевые конструкции, которые по характеристикам от производителя могут работать до 500 лет. До сих пор проводится экспертиза здания, берутся пробы кирпича, раствора. Проводится проверка прочности металла, ультразвуковая, лучевая и всякие другие. И занимаются постоянно проектировщики, анализируют, принимают решения. И проект готовится, он постоянно, он в работе. Несомненно, в любом здании главным является фундамент. По словам Николая Ивановича, особых опасений он не вызывает, хотя подвижки грунта были с первого дня строительства здания. Просадки колонны своей фундамента наблюдались со дня сдачи в эксплуатацию мемориального комплекса. Мы стараемся сегодня как раз обезопасить этот момент, перекрыв обводнение грунтов, восстановив системы канализации, стоков и так далее, то есть, чтобы у нас не попадала лишняя вода в грунты, которая довольно проблематичная. На несколько месяцев исчезнет с южного фасада здание горельеф Владимира Ильича Ленина, выполненный скульптором Николаем Томским. Это необходимо сделать, чтобы выполнить облицовку в этой части здания. Сейчас разрабатывается проект по его демонтажу, консервации, сохранению, а потом восстановлению на прежнем месте. Как подчеркнули строитель, к 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, мемцентр останется в лесах. Завершение фасадных работ ориентировочно запланировано к декабрю 2020 года. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ.